Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов. Мирослав Эдуардович, приветствуем! Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы записываем очередную лекцию из нашего цикла. После пандемии, так сказать, после победы. После победы, да, во всех отношениях, потому что дистанционно что-то не хотелось как-то выступать, хотелось все-таки вот уже в привычном формате изложения материала и ты себя уверенно чувствуешь и другие всякие вещи. Вот, поэтому дождались этого. Надеюсь, все-таки то, о чем мы говорили на предыдущих лекциях, есть возможность благодаря интернету современным средствам освежить в случае чего. А так мы продолжаем разговор о Балтике, о 1942 году. Наша предыдущая лекция была посвящена действиям советских подводных лодок в Балтийском море и той системе противолодочной обороны, которая была немцами создана в Финском заливе. Сегодня я планировал поговорить о действиях надводных кораблей авиации в восточной части Финского залива. Эта тема тоже многих интересует, судя по комментариям, поэтому поговорим об этом, если нет возражений и других пожеланий. Наоборот, все заждались, все пишут, спросят, так что ждем с удовольствием и будем слушать. Да, спасибо. Ну, собственно говоря, кратко я основные позиции давал в предыдущей лекции, поэтому кратко напомню, что к началу 1942 года какое было соотношение сил на Балтийском море, что собой представлял краснознаменный Балтийский флот. В его составе еще оставалось 148 боевых кораблей, несмотря на потери 1941 года и практически отсутствие пополнения новыми кораблями. Из этих 148 кораблей 61 относились к основным классам, ну то есть это корабли 1-го и 2-го ранга, это два линейных корабля, два крейсера, 11 лидеров эскадренных миноносцев, 46 подводных лодок, из которых 30 могли выходить в боевые походы, о чем мы говорили в предыдущей лекции. Там 16 стражевых кораблей, но это уже корабли 3-го ранга, значит 61 корабль 1-го и 2-го ранга основных классов и 87 кораблей 3-го ранга. Вот эти вот корабли 3-го ранга, то есть стражевые корабли, канонерские лодки, тральщики, минные загородители, сетевые загородители, десантные корабли, они, собственно говоря, были основной силой, которая воевала на Балтике, почему так получилось, мы поговорим дальше. Вот у нас их было 87, но часть из них, поскольку в состав Краснознаменного Балтийского флота входила Ладожская флотилия, часть из них находились на Ладвиге, поэтому без Ладожской группировки непосредственно в Финском заливе было 68 кораблей 3-го ранга оставалось у Балтийского флота. Немецкая корабельная группировка – это 96 кораблей 3-го ранга и 116 катеров. Финские военно-морские силы – это 32 корабля, ну это мы все на инфографике покажем, можно даже в голове не складывать, сейчас это все будет показано. 32 корабля, в том числе один броненосец береговой обороны и пять подводных лодок, шесть основных классов, остальные 3-го ранга и около 40 катеров. В общем, таким образом получается, что 122 кораблям 3-го ранга противника противостояло 68 наших кораблей, то есть примерно противник в этих действующих в Финском заливе силах обладал двойным превосходством. Конечно, не все 122 корабля, они находились в Финском заливе, они находились во всей действующей группировке на Балтийском море, но противник без какого-либо затруднения мог в случае необходимости перегруппировать в Финский залив столько, сколько ему было нужно. И мог, безусловно, если бы в крайнем случае какие-то крупные корабли Балтийского флота куда-то вышли, опять же, в Балтийском море находилось целое учебное соединение крейсеров, периодически там проходили боевую подготовку новейшие эскадрные виноносцы, которые входили в состав Криксмарины. То есть при необходимости всегда можно было бы усилить флот и более крупными кораблями. Чисто технически это никакой проблемы не создавало, в то время как Балтийский флот, естественно, был изолирован, отрезан от всей страны. Блокады Ленинграда и перерезанием всех водных путей, внутренних водных, там, Мариинской системы, Беломор-Балтийского канала, его усилить, конечно, никакой возможности не было. Что бы я еще хотел отметить, вот в контексте того, о чем мы будем говорить, кроме вот того, что у противника было столько кораблей, у него еще были две непотопляемые канонерские лодки в Финском заливе. Это острова Гогланд и Большой Тютерс. На Гогланде находилось семь финских батарей и 21 орудия, в том числе 6 152-мм, 320, 2 122-мм гаубицы полевых советских, трофейных, вот, и 10 75-мм. И на Большом Тютерсе был немецкий гарнизон, 4 батареи, 16 орудий. Батарея Нетельбек, 2 105-мм орудия, 6 французских 155-мм орудий и 8 88-мм, которые могли стрелять и по воздушным целям, и по морским целям. Далее очень важным для того, чтобы понять то, о чем мы дальше будем говорить, это был доклад от 20 апреля 1942 года, который делал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Трибуц, наркому военно-морского флота адмиралу Кузнецову об создавшейся на Балтике обстановках и имеющихся в связи с этим боевых возможностях Балтийского флота. В общем, рассказывая о том, что противник стоит под Ленинградом, значит, осадные батареи противника полностью простреливают весь район базирования Балтийского флота, что Кронштадт, что Ленинград, все это может постоянно подвергаться внезапным воздушным ударам, поскольку подлетное время от линии фронта до Кронштадта, до Ленинграда, в районе 5-10 минут максимум до районов стоянки кораблей, и все другие вещи, о которых, собственно, мы говорили. В предыдущих лекциях не буду повторять, когда мы говорили о операции Аштос. В общем, обрисовав всю эту обстановку, на чем застрел свое внимание Трибуц? Вот на таком, например, аспекте. Каждый переход Ленинград-Кронштадт, а также выход из Кронштадта на Запад, является специальной операцией с привлечением многих сил и средств, причем операция должна проводиться только с безусловной гарантией от потопления какого-либо корабля на морском канале. В противном случае флот закупорит себя в Ленинграде. Мы говорили о том, что немцы ставили мины, в течение 1942 года 60 мин, ставили мины по ночам со штурмботов в Ленинградском морском канале. Любой крупный корабль, затонувший в морском канале, его невозможно было бы поднять, потому что за ночь ты его не поднимешь, а пролонгируя на последующие дни, оставляя в районе эту технику, на период светлого дня она, естественно, была бы сразу уничтожена немецкими батареями, которые находились в районе Стрельной Петергов. Все там прекрасно просматривалось и простреливалось. И обрисовав всю вот эту вот тяжелую обстановку, из этого Трибут сделал следующий вывод. В условиях создавшейся обстановки на Балтике задачи могут решаться А. Авиацией Краснознаменного Балтийского флота и авиагруппой резерва Ставки Верховного Главнокомандования. Б. Торпедными катерами, сторожевыми катерами типа МО и другими мелкими кораблями, ограниченными подлодками. Остальной состав Краснознаменного Балтийского флота, как то линкоры, крейсера, эскадренные миноносцы, канонерские лодки, отряд транспортов и другие, может решать какие-либо задачи лишь в виде исключения. До тех пор, пока берега Финского залива на участке от Урицка до Петергофа и от реки Сестра до Миссы Сяйвисты не будут заняты нашими войсками. И до тех пор, пока флот не получит прочной коммуникации для подачи материального снабжения из тыла. Вот до этого времени ядро крупных надводных кораблей Балтийского флота было не боеготово. Что имел в виду Трибут под подачей материального снабжения из тыла? В первую очередь топливо. По поводу топлива он отдельно в этом докладе писал следующее. При существующих запаса топлива, имеемых на Краснозоменном Балтийском флоте, полнокровная деятельность флота невозможна. Ограничены могут быть использованы подводные лодки, быстроходные тральщики и катера, потребляющие жидкое топливо. Деятельность линкоров, крейсеров, эскадренных миноносцев и кораблей с угольным отоплением целиком и полностью исключена из-за отсутствия угля и мазута, доставка которых в нужных количествах будет возможна только при условии освобождения железной дороги, так как Ладожская флотилия не справится с подачей нужного количества топлива. Логично. В июне 1942 года, мы знаем, по дну Ладожского озера был проложен бензопровод в Ленинград. То есть, соответственно, авиационный бензин, который потребляли моторы и катеров, можно было. Но уже соляр, насколько мне известно, по этим трубопроводам не передавался. А именно на соляре ходили подводные лодки и тральщики, которые имели тоже дизельные и двигательные установки. А все остальное, уже такие тяжелые марки топлива, как флотский мазут, перекачивать было невозможно. Уголь тем более. Его можно было бы возить кораблями Ладожской флотилии. Но корабли Ладожской флотилии решением Государственного комитета обороны, перед ней главной задачей на 1942 год, стояла эвакуация остатков гражданского населения Ленинграда, которого было, насколько я помню, за навигацию более полумиллиона вывезено. Еще. И, соответственно, подача обратными рейсами большого количества продовольствия для войск Ленинградского фронта и оставшегося в городе мирного населения. Поэтому, конечно, ни с какими планами, да и вообще не стояло на повестке дня, как таковое. В первую очередь, значит, снабжение продовольствием войск и гражданского населения. Во вторую очередь, снабжение вооружением, военной техникой, боеприпасами войск Ленинградского фронта, которые находились. Задачи Балтийского флота, мы сами понимаем, они где-то были дальше по списку. И, понимая это, Трибутс делал такую оценку из этой обстановки. Соответственно, он сразу объяснял адмиралу Кузнецову, что большой активности по вот этим вот причинам от флота ожидать не следует. Теперь, значит, что касается военно-воздушных сил Балтийского флота, я видел по комментариям от меня, давно ждут как бы углубленного рассказа по этому вопросу. Я этой темой занимался много и могу долго рассказывать, но постараюсь все-таки не перегружать. Значит, по состоянию на 1 апреля 1942 года в военно-воздушных силах Балтийского флота оставалось 160 боевых самолетов, из которых 12 были торпедоносцами, 7 бомбардировщиками, 5, прошу прощения, бомбардировщиками, 7 штурмовиками и 15 У-2Б из ночной бомбардировочной авиации. Остальные были истребители, причем на три четверти от этих сотни истребителей и это были самолеты так называемых устаревших типов. Новых было очень мало. Какие задачи ставили перед военно-воздушными силами флота вот в этом вот докладе вице-адмирал Трибутс? Минными постановками с воздуха заставить корабли противника выйти из Шхер, где они могли бы подвергаться ударам подводных лодок, там торпедных катеров. Удары ДБ-3Ф на полный радиус. Имелось в виду начало действий их именно в варианте торпедоносцев, чего в 1941 году не было. Обеспечить прорыв подводных лодок силами авиационных ударов по вражеским кораблям дозора. Воздушная разведка в интересах флота, особенно в интересах подводных лодок. Прикрытие флота, аэродромов, коммуникации на Ладоге. Что-то количество не совпадает с поставленными задачами. Объемом поставленных задач, если честно. Вот именно, да. Поэтому в этом же докладе Трибутс сразу после этого пишет. Задачи, которые предстоит решать военно-воздушным силам в кампании 1942 года, могут быть выполнены полноценно военно-воздушными силами Краснозаменного Балтийского флота и авиагруппой полковника Семенова. Сейчас я расскажу, что это. Только в том случае, если Ленфронт освободит военно-воздушные силы КБФ от работы в интересах армии. Значит, что касается вот этой вот резервной авиагруппы. Она была сформирована в феврале-марте 1942 года на основе решения ставки ВГК и соответствующих приказов Наркома обороны. Она в себя включала два миноторпедных авиационных полка, два бомбардировочных авиационных полка на Пе-2 и три истребительных авиационных полка. Ну, правда, это были полки по штату 030-255, ну, буковки там в зависимости от рода авиации отличались. Но суть в том, что это были полки двухэскадрильного состава, где эскадрилья была по 10 самолетов. Соответственно, это были 20-ти самолетные полки. Соответственно, общий состав этой группы – около сотни самолетов. Потом туда еще на некоторое время включили несколько истребительных полков ВВС Красной Армии с трехзраночными номерами, но фактически в авиацию флота они так и не попали, были потом выведены. А вот эта вот авиационная группа, она в тылу закончила формирование, ну и основная ее ценность, что в ней все-таки 40 ударных машин по штату было, да? Даже не 40, получается 80. Два полка на ДБ-3, два полка на Пе-2. Естественно, если бы такая группа попала на Балтику, где количество ударных машин, я уже сказал, она, конечно, ударные возможности военно-воздушных сил флота значительно бы повысила. После завершения формирования и обучения я с большим трудом и, можно сказать, даже случайно нашел в Гачинском архиве отчет этой особой морской авиационной группы, правда, она позже была так. В то время она еще называлась резервная авиагруппа Ставки или там авиагруппа полковника Семенова по имени ее первого командира. Вот. Они, значит, на 60% летные кадры полков этой авиагруппы были укомплектованы летчиками, переведенными из Гражданского воздушного флота или выпускников 42-го года. Вот. Поэтому они еще с марта по май готовились, и где-то с 5 по 15 мая эти полки начали прибывать на Тихвинский аэроузел, но группу не передали в состав ВВС Балтийского флота или даже там наркома военно-морского флота. Она продолжала оставаться в резерве Ставки Верховного Главнокомандования. Задачи она получала от ВВС Ленинградского фронта. Волховский в тот момент был ликвидирован. Была Волховская группа Ленинградского фронта. И если посмотреть оперсводки, фактически, чем же она занималась? Она занималась по задачам, значит, Волховской группы Ленинградского фронта поддержкой сухопутных войск, а также ведением воздушной разведки и нанесением ударов по портам на Ладожском озере. Для того, чтобы, соответственно, там, ту группировку, которую начал создавать противник на Ладоге, для уничтожения дороги жизни водной, вот, об этом надо отдельную лекцию, я в этой не планирую про это рассказывать, вот, чтобы предотвратить создание этой группировки. Но продолжалось это все очень недолго. Буквально месяц. Потому что уже 19 июня вышла директива ставки Верховного Главнокомандования, в соответствии с которой вот эта вот группа полковника Семенова должна была убыть на Северный флот для обеспечения перехода союзного конвоя по ИК-17. И все эти полки, там, за исключением одного истребительного, который еще раньше улетел на Черное море, все остальные полки, они прибыли, соответственно, в ВВС Северного флота. При перелете там полковник Семенов погиб в авиакатастрофе, и дальше там генерал-майор Петрухин ей командовал, герой Советского Союза. Ну и, как мы знаем, конечно, задачи Ленинградского фронта с ВВС Балтийского флота, поскольку весь Балтийский флот находился в оперативном подчинении командующего войсками Ленинградского фронта, никто не снимал. И поэтому вот эта вот немногочисленная авиация в основном действовала по задачам сухопутных войск, хотя были некоторые перерывы, о которых я сейчас расскажу. А они там все время пытались прорвать блокаду в этот период, поэтому, конечно, уделялся больше времени. Да, там были периоды, когда вроде как им разрешали чуть-чуть поработать на морском направлении, но потом, когда начинались активные операции, там в районе Уридска, в районе Ямы Жоры, высадка в августе у села Ивановское, где там Балтийский флот высаживал речной десант, потом, соответственно, высадки в районе Московской Дубровки, через Неву, там навстречу войскам Волховского фронта. Но это уже осенняя операция очередная, Синявинская. Там, конечно, как только эти действия начинались, тем более флот в них принимал участие в том или ином виде, естественно, ВВС Балтийского флота туда перенацелилось. К счастью, это было не всегда, и бывали отдельные периоды, когда авиация все-таки могла действовать. Ну, теперь вкратце по тем задачам, которые, значит, были озвучены вот в этом документе. Там вот постановка мин. Всего в течение всего 1942 года силами самолетов первого мино-отопедного полка, который там с января месяца стал гвардейским первым в авиации военно-морского флота, за весь 1942 год было выставлено 94 мины. При том, что самолет, поднимая две мины, вы можете представить, вылетов было довольно немного. Из этих 94 мин неконтактные мины, полученные от англичан по Ленд-Лизу донные, а 1-4, там 46, то есть ровно половина. При этом 40 в районе Котки, 36 в проливе Бьерки-Зунт, 16 в районе Хельсинки и там по две в Выборгской и Лужской губе. Никаких на сегодняшний день документов о том, что противник понес на этих минных постанов какие-то потери, нет. Потому что, ну вот реальные были только постановки у Котки, но, видимо, поскольку все это осуществлялось в условиях белых ночей, точность постановки была низкой, и ставились они все-таки не на судоходном фарватере, а где-то. Проливом Бьерки-Зунт крупные корабли противника вообще не пользовались, катера могли спокойно проходить над этими минами. Хельсинки 16 мин – это вообще не то количество, которым можно что-то заблокировать. Немцы, поставив 740 мин самолетов, не смогли заблокировать Кронштадт, о чем, собственно говоря, мы говорим. Далее деятельность минно-торпедной авиации. Она возобновилась в начале июня 1942 года. Но дело в том, что и до начала войны по минно-торпедной подготовке не удалось отработать авиацию ВМФ до нужного качества. Фактически Великая Отечественная война и стала для нее школой, в ходе которой были отработаны все тактические приемы и подготовлены кадры. До войны этого ничего не было. В значительной степени это было связано с поздним поступлением на вооружение, собственно говоря, торпеды для низкого торпедометания. Она официально, как пишут там, 45-36 марка, 45 – это калибр в сантиметрах, 36 – год принятия на вооружение. Но де-факто она поступила на вооружение только в 1938 году, а в боевые части она поступила уже только летом 1940 года, уже после Финской войны. В Зимнюю войну еще никаких торпед авиация ВМФ фактически не имела. И мы знаем, там были вылеты с постановкой мин, там были мордировочные удары, но ни одного случая, когда пытались бы кого-то атаковать самолеты торпедами, не было. Поэтому это, в общем, все было впервые. А про это надо читать прекрасные две книги Мирослава Эдуардовича Морожева. По-моему, они так и называются «Советская торпеда». Там три издания, все они называются. Там и торпедоносцы их называли смертниками, хотя так же называется и книжка «Широка рада». Первое издание, да, двухтомное, которое это морская торпедоносная авиация. Потом сделали меньшим кеглем, убрали статью про сравнение с зарубежной авиацией, и получился однотомник, который еще Эксмо-Яуза два издания сделала. Я думаю, что можно при желании найти, и даже первое издание можно при желании найти. В этом плане, кстати, интересно, когда вот такие подробности выдаются, когда там люди спорят, это вот мог ли Р-5 летать с торпедой или не мог Р-5 летать с торпедой? Мог бы он и мог, и торпед, получается, не было. Нет, ну не совсем так. Дело в том, что у нас в конце 20-х годов для торпедометания была старая торпеда 45-12, ну то есть 1912 года, которую самолеты вот такие, типа как Р-5, потом там был еще КР-6, морская лыжная, это модификация разведчика Р-6, там ТБ-3, они могли сбрасывать с небольшой высоты, там специально был укреплен корпус, там механизмы внутри торпеды, что она не сильно, при ударе о воду, там все это, значит, выходило из строя. Были проведены практически учения, да, вот с этой торпедой 45-12 самолеты могли летать, но извините, эта торпеда еще до Первой мировой войны, ни о каком серьезном применении ни этих самолетов, ни этой торпеды уже в условиях начавшейся Второй мировой войны уже речи быть просто не могло. У нее не соответствовали никакие характеристики, и собственно говоря, дальность сброса этой торпеды, там порядка 700-800 метров от корабля цели, ну просто приводила бы к уничтожению этих самолетов, не бог весть каких, с какими скоростями они летали. Торпеда 45-36, она была корабельной торпедой, это, кстати, ее принципиальное отличие от большинства авиационных других торпед Второй мировой войны, которые специально делались для подвески под самолет. А здесь корабельную торпеду, которую мы в 30-м году закупили в Италии, мы ее поставили, переработали под свою технологическую базу чертежи соответствующим образом, и вот эту вот корабельную торпеду, она весила 935 килограмм, тяжелее, чем любая другая торпеда авиационная Второй мировой войны, поэтому это, кстати, к разговору о том, что Ил-2 летал с торпедой. И вот эту вот торпеду приняли на вооружение, но у нее было, благодаря ее корабельному, корабельной ее, так сказать, происхождению, важное преимущество, у нее дальность хода была 4 километра. Поэтому наши летчики, даже сбросив эту торпеду, в некоторых случаях, в условиях сильного зенитного огня противника, с безопасной для себя дистанции в 3,5 километра, когда, конечно, претендовать на попадание, в силу того, что это же не атака подводной лодки, где ты торпеду можешь увидеть в самый последний момент, ты сразу здесь видишь атакующие тебя самолеты, осуществляется какой-то маневр, корабли маневрируют, ведут зенитный огонь, мешают самолетам. То есть практически наверняка торпеда, которая сброшена вот таким вот способом, с дистанцией 3,5 километра, скорее всего, корабли от нее уклоняться, она не дойдет. Но, тем не менее, докладывали зачастую, что были попадания. С английскими торпедами авиационными, у которых максимальная дистанция была до 1800 метров, конечно, такие бы доклады намного сложнее бы проходили. Но суть не в этом. Суть в том, что за 1942 год 71 вылет самолетов-торпедоносцев был. Все это были вылеты на свободную охоту. Они по данным разведки, поэтому далеко не каждый из них заканчивался каким-то результатом. Но в то же время было сброшено по кораблям противника 42 торпеды. По докладам летчиков было потоплено 6 транспортов, 1 миноносец, 2 канонерские лодки, 5 стражевых кораблей. Но, к сожалению, ни один из этих успехов не подтвердился. Потеряно было 2 всего торпедоносца. Ну, вот это вот самое, наверное, светлое в этой действии. Они были случайно на обратном пути перехвачены финскими истребителями над Финским заливом. В остальное время потерь не было, потому что не было истребительного прикрытия у немецких кораблей в Финском заливе. Но об этом мы еще отдельно поговорим. И вот как бы в самом отчете за 13-й месяц войны, то есть с 22 июня по 22 июля 42-го года 1-го гвардейского миноторпедного полка в общем-то все причины, почему такая результативность четко прописывалась. 12 самолетов вылетов, произведенных на торпедные удары кораблей противника были малоэффективны по причинам. А. Недостаточная степень подготовки летного состава и отсутствие опыта боевых торпедных атак, в результате чего выход в атаку производился неграмотно всеми самолетами с одной стороны, что давало возможность кораблям противника на скорости путем маневра легко уклоняться от атаки. Б. Прицел для торпедометания не использовался всеми экипажами при выходе в атаку. Сбрасывание торпед происходило на глаз, что значительно понижало эффективность удара. Ну, то есть, если не было нормальной довоенной подготовки к этому всему, а ее, к сожалению, не было, то и результат был соответствующим. Далее, значит, штурмовая авиация. Ну, вообще, штурмовая авиация, я с большим интересом слежу за роликами, которые записывает Олег Валентинович «Расстрель» про историю штурмовой авиации. Периодически меня, значит, подбивает на идею, может, что-то сделать, какое-то дополнение про морские штурмовики, потому что я тоже много занимался этой темой и в перспективе собрал материал, чтобы книгу написать по этому вопросу. Вообще, начать надо с того, что непонятно, откуда она вообще в военно-морском флоте взялась. Были планы строительства морской авиации и на третью пятилетку, и на период до 1947 года, которые в 1939 и в 1940 году верстались. И в них можно найти о том, что да, морской авиации необходим бронированный штурмовой самолет для борьбы с легкими силами противника в своей операционной зоне, но при том, что общий состав морской авиации виделся перспективно и более чем в 5000 машин, штурмовиков требовалось всего 170 для всей морской авиации. Все-таки предпочтение отдавалось гидросамолетам, в том числе торпедоносцам и тяжелым бомбардировщикам, которые могли бы летать до Босфора, куда-то в восточную часть Средиземного моря или с Балтийских аэродромов до Англии дотянуть. Там расчет делался именно по английским портам, исходя из их удаления. Поэтому это был достаточно специфичный самолет. И последняя программа, которая непосредственно до 1 января 43-го года, то есть строительство авиации военно-морского флота на 41-42-е годы, которая принималась в мае 40-го года, вот этот документ мне любезно предоставил Сергей Леонидович Якунов, который его нашел, там морские штурмовики вообще начисто отсутствуют. То есть, видимо, в связи с тем, что уже стало известно о том, что проект Л-2 затягивается, и когда они поступят, они в первую очередь поступят в ВВС Красной Армии, военно-воздушные силы авиация военно-морского флота вообще не рассчитывала до 1 января, как говорится, в руках даже подержать этот самолет, никто не рассчитывал. Тем не менее, только лишь началась Великая Отечественная война, уже 28 июня 41-го года идет приказ наркома ВМФ о формировании первой штурмовой авиационной эскадрильи на базе 5-й эскадрильи 13-го истребительного авиационного полка военно-воздушных сил Балтийского флота. Позже, значит, это стала знаменитая такая эскадрилья капитана Барабанова. Сам он, правда, при перелете с аэродрома на аэродром 13 августа 41-го года погиб. Там вот среди летчиков и пишут об этом в отчетах. Первое время считало, что Ил-2 вообще не сбиваем немецкими истребителями. Но вот когда при перелете эскадрильи этим немецким истребителям сразу удалось сбить 4 Ил-2 во главе с командиром эскадрильи, как-то вот все мысли о его несбиваемости Ну, в общем, вот в результате к началу 42-го года ВВС Балтийского флота имело одну единственную часть. Это 57-й авиационный полк. Там в некоторых документах пишут бомбардировочный, в некоторых штурмовой. По факту он с февраля 42-го года имел две эскадрильи на Ил-2 и к нему также в его состав входили две номерные эскадрильи на вот ночных бомбардировщиках У-2. Одна эскадрилья на У-2 работала по целям перед Эрниенбаумским плацдармом по ночам, другая работала на Волховском фронте там в районе Погостя где-то. Вот. И вот две эскадрильи на Ил-2, которые в сумме имели там 7 и у вторых. Ну, периодически они подпитывались, но прецедентов, чтобы в одном вылете участвовало больше шести штурмовиков одновременно мне лично неизвестно. И вот когда 28-го мая открылась компания на Балтике, в это время, видимо, на сухопутном фронте было как бы затишье под Ленинградом, и авиация Балтийского флота в период с 28-го мая по 17-е июня в общей сложности Ил-2 произвели 71 самолета вылет по немецким кораблям в восточной части Финского залива в основном попадали под удар Роумботы, ну и несколько было бомбардировок Усть-Луга порта и порта Хунгербург, это то, что Нарва ИСУ наши эстонские друзья сейчас называют морские ворота Нарва, короче говоря. И в общем вот в этих вот, в результате этих 71 самолета вылета удалось тяжело повредить один Роумбот на инфографике мы покажем его повреждения там в общем сквозная пробоина через носовую часть выходящая под сам корабль и тяжело была повреждена одна быстроходная десантная баржа которая была загружена минами для постановки на наших коммуникациях заграждения Тигр между Лавенсари и Кронштадтом вот и как я посмотрел по последующим немецким документам в общем так до конца 42 года эту баржу не удалось вести немцам строя уж не знаю что там было и вот эти вот удары по порту услуга в общем-то заставили немцев отказаться от регулярного базирования кораблей иначе они вообще собирались базируясь на услугу заминировать все наши морские коммуникации между Кронштадтом и островом Лавенсари и то что им это не удалось сделать с той эффективностью с которой они ожидали в общем это вот наверное самый крупный вклад летчиков штурмовиков которые там начали действовать а там в основном это занималась эскадрилья Карасева замыск адрильи Нельсон Степанян небезызвестный впоследствии дважды герой к сожалению второго героя это посмертно он получил вот уже все вот эти вот наши замечательные летчики в этом принимали участие и набивали себе руку хотя конечно их доклады относительно реальных цифр потерь противника они очень сильно завышены но потом в общем-то была вся эта штурмовая авиация снята и снова она появилась над финским заливом в ходе боев за остров Сомерс на предпоследней лекции мы рассказывали о десанте на него вот с 8 по 10 июля 27 вылетов самолетов Ил-2 в ходе которого им удалось добиться одного единственного попадания в финскую канонерскую лодку Хэменма ну правда и потери были всего один сбитый Ил-2 в общем-то как сами пишут немцы в отчете из-за отсутствия 20-миллиметровых зенитных снарядов со стальным сердечником стрельба осколочными 20-миллиметровыми снарядами по самолету Ил-2 результатов не имеет это в общем-то было с их точки зрения одна из главных причин довольно-таки высокой результативности Ил-2 вот в компании 42-го года ну и соответственно расслаблялись они небось там на островах просто не тренировались поэтому и не попадали ну да но когда значит в сентябре они получили 40 тысяч 20-миллиметровых снарядов со стальным сердечником там действительно в общем-то потери сразу пошли вверх вот ну и последующие это уже вот в конце 42-го начале 43-го года на всех немецких кораблях было увеличено зенитной артиллерии начали появляться уже 37-миллиметровые автоматические пушки конечно с этого момента ну вот так чтобы 70 налетов 70 вылетов самолетов л-2 группами по два по четыре самолета принесли какой-то эффект уже бы такого не было никогда вот в 42-м году еще они они были проскочили да вот ну и соответственно что чем занималась люфтваффе в финском заливе ну кроме тех самолетов которые занимались противолодочной деятельностью о чем мы говорили в предыдущей лекции собственно командование первого воздушного флота отказалось выделить в оперативное подчинение Криксмарина для действия над финским заливом какое-либо подразделение это касалось истребительной и бомбардировочной авиации если 806 группа была в 41-м году вот 30 юнкерсов так сказать штатная штатная численность в распоряжении Криксмарина на Балтике в 42-м году ничего подобного не было но люфтваффе постоянно успокаивало флот что они значит сами действуют по морским целям в финском заливе и действительно если поднять оперсводки первого воздушного флота можно убедиться что практически ежедневно вот с начала июня по конец сентября ну или по середину сентября когда уже совсем им грустно не стало на Синявинских высотах от двух до пяти вылетов одиночных юнкерса 88-х или хенкелей 111 для свободной охоты с бомбами на наши корабли и катера в финском заливе производилось но поскольку наши крупные корабли и конвои естественно все осуществляли переход в ночное время в основном ударом подвергались иногда это были на якорную стоянку острова Лавенсари какие-то налеты в которых немцы тоже регулярно докладывали что они кого-то там потопили фактически никого не попадали а так в основном подали наши катера малые охотники которые несли дозор в 1941 году и от налетов финских даже фокеров вот просто с пушечным вооружением большие понесли потери потому что стрельба зажигательными пулями по катеру который использует авиационный бензин имеет там бензотестерну как правило приводило к загоранию этого катера с последующим взрывом вот в 1942 году к счастью подобной эффективности налету авиации противника к счастью не приносили в течение года два катера наших малых охотников были потоплены налетами немецких бомбардировщиков и 10 получили повреждения при этом по нашим данным 244 раза катера подвергались нападению вражеских бомбардировщиков сюда входили не только немецкие но и финские самолеты вот то есть в общем-то достаточно интенсивная боевая деятельность была у Люфтваффе по крайней мере по количеству вылетов она не уступала 41-му году ну а результатом очень сильно уступала потому что не было в море просто целей на которых эти ребята могли бы оттянуться ну а флот был очень недоволен немецким взаимодействием с Люфтваффе и вот в частности в отчете за 42-й год командующий немецкими митральными соединениями он писал следующее наличный летный персонал для заданий над финским заливом обучен не был типичный пример истребитель кружил вблизи лавенсаря над русским сторожевым кораблем пытаясь вступить с ним в радиопереговоры так как не знал что остров принадлежит русским не знал чей корабль флот страшно бесил говорит дайте нам хотя бы возможность пришлите к нам авиационного представителя или мы к вам пришлем морского представителя дайте нам кого-то в оперативное подчинение с кем можно было работать им говорят нет мы никого на постоянной основе выделить не можем если у нас будет получаться мы пошлем отдельные самолеты вы за это типа не волнуйтесь вот вылеты этих отдельных самолетов они в том числе были и такими теперь значит самое основное вот когда мы уже примерно обрисовали всю обстановку которая была ну соответственно несся дозор наш чтобы воспретить доступ в нашу операционную зону силами малых охотников там больше 20 дозоров было по ночам водились конвои из Кронштадта до Лавенсарии и обратно соответственно наши тральщики периодически проверяли фарватеры от Лавенсарии и обратно немцы несли дозор по заграждению за Игель в районе Большого Тютерса и Нарвского залива финная соответственно северняя Гогланда по заграждению Рукоярвы ну то есть грубо говоря были в Финском заливе выкопаны такие морские окопы два дота это вот Большой Тютерс и Гогланд вот с пехотным заполнением с минными полями вот стояли друг напротив друга и в общем друг другу грозили кулаком скажем так ну и вот чтобы в общем эта обстановка начала меняться каким образом ну мы помним тоже в одной из предыдущих лекций я рассказывал об исходе зимних боев за острова вот эти как раз в результате которых и Гогланд и Большой Тютерс были оставлены противнику вот тогда же вместе с вот этим вот докладом 20 апреля были и этой же датой планированы планы двух десантных операций по захвату и Гогланда и Большого Тютерса уже после того как сойдет лед силами морского десанта видимо не по доброй воле штаб Балтийского флота занимался этим планированием вряд ли они верили в реальность того что их можно так захватить но под давлением сверху по видимому эти планы были выполнены вот и дальше пробный десант как мы помним 8 июля на остров Сомерс показал что в общем Балтийский флот пока еще не дорос до того уровня на котором он может успешно высаживать десанты даже тактического масштаба и самым неприятным сюрпризом в этой связи было то что противник отразил этот десант но не только своей там противодесантной обороны а что самое главное кораблями вот этими третьего ранга там финские канонерские лодки усиленные немецкими тральщиками усиленные немецкой плавбатареей ОСТ там финские минные загородители там плавбаза немецких тральщиков тот же старый тральщик там со 105 миллиметровыми орудиями в общем сразу было собрано довольно таки обширное соединение которое Балтийский флот не смог перекрыть по количеству своих действующих кораблей тем более что наши корабли там появились очень поздно когда фактически уже десант судьба десанта была решена вот но вот это вот вмешательство вражеского флота оно соответственно породило у нас желание с этим вражеским флотом разделаться взять реванш взять реванш да потому что вроде как у нас же там понятно крейсера эсминцы есть но эти крейсера эсминцы они фактически вот в силу названных обстоятельств существуют несколько виртуально фактически ходят в море и выполняют задачи КБФ совсем другие корабли но тем не менее решили затеять некую операцию чтобы можно было использовать свои корабли крупных рангов для того чтобы уничтожить эту вражескую корабельную группировку в ночь на 12 июля из Ленинграда в Кронштадт перешли эсминцы страшные и грозящие в ночь на 25 июля за ними последовали эсминцы сильный и славный то есть 4 эсминца перегнали в Кронштадт немцы естественно это увидели кстати вот этот вот переход эсминцев это отдельная я не знаю какая счастливая случайность потому что буквально накануне этих переходов немцы ставили мины в морском канале вот и только видимо то что ночью эти штурмботы заблудились и не нашли правильно фарватер видимо только это нас и спасло от подрывов вот потому что само размагничивание эти эсминцы могли пройти только в Кронштадте только в Кронштадте были доки куда можно было поднять этот корабль размером с эсминец и там соответственно провести его размагничивание очистить его подводную часть из Ленинграда они шли не размагниченными и поэтому любая мина привела бы к тому самому чего так боялся адмирал Трибутс но тем не менее счастливым образом эти четыре эсминца в Кронштадт перешли немцы об этом узнали у них это уже стало вызывать определенное беспокойство и вот дальше 20 июля происходят одновременно два вроде как невзаимосвязанных друг с другом события Трибутс утверждает план операции план операции им занимался сам штаб Балтийского флота не ниже в общем очень такой интересный в кавычках план операции как уничтожить вражеское корабельное соединение выманить его и уничтожить в районе Гогланда то есть создавалось три группы кораблей демонстративная куда вводился строжевой корабль Буря там несколько катеров вот потом еще там была группа сковывающая две канонерских лодки четыре катера малых охотников и ударная группа в ударную группу вводились два эсминца и 16 катеров из них 12 торпедных она должна как в плане было написано скрыться скрытно развернуться в районе банки Мордвинова это чуть восточнее Гогланда но что такое в условиях Белых ночей скрытно развернуться в районе это только если противник ну совсем не работает головой и у него не летают разведывательные самолеты можно было бы рассчитывать на какую-то скрытность и вот читал что если вот это демонстративная группа подойдет к Южному Гогландскому маяку о том что на Гогланде 21 орудие береговой обороны которую эту группу не подпустят к берегу как-то почему-то вообще составители плана не думали вот что подойдет эта группа к Южному Гогландскому маяку начнет имитировать высадку после этого подойдет отряд вражеский корабельный отряд причем подойдет видимо он считалось вдоль восточного побережья Гогланда что после этого можно будет зайти севернее отрезать ему пути отхода в Котку с юга наш демонстрационный отряд и вот ударная группа его приживает к берегу Гогланд одеваться ему некогда и после этого значит вот эта вот ударная группа из двух эсминцев разгромит разгромит да перетопит все эти корабли но видимо там с большой дистанции которая превышает дальность действия орудий вот этих вот которые пошлет противник и еще к этому всему два других эсминца выводились в резервную группу которая могла усилить там любую из предыдущих вот был придуман такой в кавычках хитроумный план сильно да стратежно как говорят вот но еще но еще интереснее это второе событие которое произошло 20 июля 42 года это получили оперативную директиву от наркома ВМФ адмирала Кузнецова в которой писалось буквально следующее в связи с усилением авиации противника на севере и юге ну имелось ввиду разгром конвоя по ИК-17 и взятие Севастополя соответствующими потерями кораблей Черноморского флота деятельность его авиации на Балтийском театре в последнее время резко сократилась ну то что в просводках Балтийского флота писалось как юнкерсы постоянно долбят дозорные катера это видимо не учитывалось но раз никакой эсминец не утопила авиация значит она не действует одновременно поступающие данные подтверждают продолжающее сосредоточение легких сил и десантных плавсредств в портах восточной части Финского залива в целях отвлечения части сил авиации противника с юга и севера вот основная главная задача отвлечь авиацию противника с юга и севера срыва сосредоточения его десантных сил приказывают решительно повысить активность авиации и легких сил флота вплоть до конлодок и эсминцев то есть тоже прямым текстом эсминцев бой для чего приступить к выполнению систематических набегов кораблями и нанесению мощных последовательных ударов ВВС по кораблям противника в районах Сомерса Гогланда Ковиста Лужской губы особенно на путях следования наших подлодок и к базам Котка Хельсинки Таллин Ковиста Выбор Суркюля вот такая вот директива ну то есть это примерно звучит так что обмазаться кровью и залезть в реку Амазонка чтобы охотиться на пираний посмотреть что из этого получится ну да ну вот ну мне так кажется ну и почему-то вот после того как 20 июля и штаб Балтийского флота закончил разработку планов и была получена директива наркома операцию установили на срок проведения операции на 2 августа то есть оставалось чуть больше 10 дней 23 июля дали указание о тролении которое нужно было провести ночью скрытно и закончить его уже к 26 июля то есть за 3 дня как посчитал командир дивизиона тральщиков нужно было пройти с тралами 110 миль за одну ночь при том что в наличии имелось всего 4 быстроходных тральщика типа фугас и еще несколько малых охотников которому к тому времени прикрутили парван тралы которые перед этим спешно разработали значит конструкция этих парван тралов оказалась такой что в общем нормально их можно было буксировать использовать при скоростях не более 9 узлов но в то же время у малых охотников 3 бензиновых двигателя ему идти на скорости 9 узлов очень сложно он может идти либо на 5 узлах там под одним например двигателем но тогда будет недостаточно усилия на трал чтобы он значит расправился и начал работать кого-то там подсекать либо он может идти на скорости там 10-10 с половиной узлов а при скорости движения 10-10 с половиной узлов этот парван трал рвется просто от набегающего потока воды уже через 3 часа работает выходит из строя ну вот в условиях блокадного Ленинграда к сожалению другого ничего предложить не могло из-за частично того что пока эти тральщики перегнали из Кронштадта на Лавенсаре пока переждали там период плохой погоды пока провели расчет сделали там пару тральных галсов обнаружили мины противника в общем к 2 августа ничего этого закончить не успевали и Трибус видимо поняв что если проводить операцию скорее всего мы потеряем один из эсминцев если там не больше лучше всего мы проводить ничего не будем и 2 августа он принимает решение эту операцию отменить да еще вот какой момент интересный что для руководства этой операции был назначен то есть она проводилась не флотом не штабом флота не самим Трибусом а уже избирался промежуточный штаб который в случае чего должен был ну непосредственно вести операцию ну и видимо в случае чего отвечать за те потери которые будут понесены это был штаб эскадры Балтийского флота во главе с вице-адмиралом Дроздом персонажем о котором я уже рассказывал он до войны командовал Северным флотом потом был снят с этой должности ну в общем достаточно видимо зрелым и прозорливым человеком который понял что скорее всего никаких орденов за проведение этой операции он не получит вот и видимо он убедил и командование Балтийского флота и сам как-то вышел из-под удара в общем эту операцию закрыли но в тот же день 2 августа практически по тем же самым лекалам но только уже без привлечения эсминца дается команда штабу главной военно-морской базы Балтийского флота провести некие подобные операции ну мы сейчас про это еще поговорим но не успело в общем ни до какой реальной операции дойти как очень интересные события произошли в ночь на 6 августа 42 года ну мы помним из предыдущей лекции что как раз в конце июля в начале августа начали возвращаться из боевых походов первые подводные лодки первого эшелона и первые подводные лодки в общем-то они самостоятельно форсировали весь финский залив и всплывали уже практически уже видев перископ остров Лавенсари и просто даже некоторые были даже случаи когда непосредственно всплывали в бухте Норрекапельлахт ну точно так же могла бы сделать и подводная лодка противника поэтому естественно сказали что это непорядок бухту Норрекапельлах нужно загородить сетевыми заграждениями а встречу подводных лодок организовать где-то западнее высылать туда отряд который бы вместе с тральщиками лодка бы всплывала и в завершающий период пути где противник скорее всего на подходы к Лавенсари энергично ставит мины она уже шла бы за тралами что бы гарантировало ее там от подрыва от каких-то негативных явлений и вот впервые решили 6 августа организовать такую операцию но самое что может быть показаться удивительным в этой ситуации что как выяснилось ни у штаба Балтийского флота ни у главной военно-морской базы ни у островного укрепленного сектора фактически не было никаких разведданных о том что творится западнее Лавенсари то есть там не знали про существование минного заграждения за Игель которое перекрывало всю водную простору от острова Гогланд до берега Нарвского залива там не знали о том что противник за этим минным заграждением несет постоянный корабельный дозор то есть конечно летчики туда летали те же Ил-2 ударяли наносили удары по этим кораблям все это было но интерпретировалось это иначе ну то есть данных про мины нет там пока их привезли подводные лодки которые форсировали туда-обратно и слышали скрежет пока это все в штабе обобщили этого еще ничего не было разведывательного траллиния на запад от Лавенсари наши тральщики не проводили они траллили только между Кронштадтом и Лавенсари более восточный участок а те корабли которые днем находила авиация считала что у противника существует коммуникация по которой он водит конвои из Нарвы в Котку хотя ничего подобного конечно не было немцы конечно отмороженные типа по-своему но не до такой степени чтобы осуществлять вот торговое судоходство в радиусе действия авиации Балтийского флота включая штурмовики конвои ходили между Таллином и Хельсинки это было на 100 миль западнее вот но никоим образом не от Нарвы до Котки вот а наши именно атакуя там всякие немецкие дозорные корабли там охотники за подводными лодками переоборудованные из рыболовных траулеров значит эти траулеры всегда считались транспортами по 2-3 тысячи тонн вот а тральщики которые несли дозор считались там канонерскими лодками или стражевыми кораблями в зависимости там не знают условия освещенности моря или настроения летчика в одних и тех же кораблях все время докладывалось по разным типах ну это лирическое отступление а суть в том что Салаухин Сергей Дмитриевич капитан 1-го ранга он в 41-м году был в общем-то неплохим командиром дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского флота и вот с июня 42-го года незадолго до высадки на Сомерс он был назначен командиром островного укрепленного сектора ну то есть маленькой такой военно-морской базы которая вот для командира эсминца и потом дивизиона эсминцев была бы родственной но на него повесили эти все обязанности ну и видимо в силу отсутствия там особого опыта значит когда в ночь на 3 августа первый раз ему сказали организовать встречу подводных лодок двух возвращавшихся с позиций ща 303 и ща 406 он там отловил буквально там командиры звена малых охотников там представитель был бригады подводных лодок капитан 3-го ранга Пантелеев и командиры дивизиона тральщиков и быстро им поставил там задачу пойдите в море там встретите подводные лодки да потому что ему была так поставлена задача командиром главной военно-морской базы капитаном 1-го ранга Левченко а про Левченко я тоже рассказывал это бывший замнаркома разжалованный за керченские события вот ему самому эту задачу поставили фактически за два часа до того как эти лодки уже должны были всплыть на позиции всплыти то есть на инструктаж вот этих вот командиров там отрядов выходящих в море должно было уйти где-то 15-20 минут больше не оставалось по расчету времени и они пошли лодок фактически там не оказалось и они должны были выходить в последующей ночи туда их встречать вот конечно уже времени было больше чем достаточно провести нормальный инструктаж но зачем ведь уже вроде как все все поняли не первый раз в море ходят и в 6 августа они идут туда в очередной раз выходят значит дивизион тральщиков в составе двух кораблей и там командир всего соединения капитан-лейтенант Годяцкий командир дивизиона тральщиков вот ударная группа в составе трех торпедных катеров но один сломался по дороге поэтому их осталось только два и группа непосредственной встречи из трех малых охотников которые значит эти два отряда поддержки они остаются севернее в 7 милях севернее точки всплытия а сама точка всплытия как оказалось она вообще находилась южнее заграждения Зигель то есть непосредственно в том месте где стоял немецкий корабельный дозор то есть вот этих три малых охотника вместе там еще с четырьмя катерами тральщиками которые должны были встретить лодки идут идут и тут видят в ночной несколько туманной погоде там крупный корабль вот и останавливаются после этого и 45 минут ждут как выяснилось немецкий тральщик тоже их заметил и тоже долгое время ждал а что же они будут делать в конце концов ему ждать надоело он открыл огонь у него там 205 миллиметровых орудий эти сразу закрылись дымзавесами начали уходить на север значит один из трех малых охотников оторвался от своего звена и после этого ушел на Лавенсарь их осталось двое причем что интересно командир звена старший лейтенант Воробьев охотников сидел на одном катере а представитель бригады подводных лодок капитан 3 ранга Пантелеев на другом катере и они друг на друга постоянно как бы оглядывались между ними не были установлены взаимоотношения подчиненности кто кому подчиняется и кто командует в море и тот вроде как ждал командир звена ждал команды от старшего по званию а тот ждал от командира звена поскольку он штатный командир этих охотников в общем так они друг на друга и глядели описали круг опять подошли опять увидели этот же самый немецкий тральщик ну вот он опять по ним открыл огонь в этот момент другой немецкий тральщик обнаружил всплывшую подводную лодку одну из наших двух в общем начал она погрузилась как только он открыл огонь он начал сбрасывать на нее глубинные бомбы к счастью все обошлось вот а те окончательно значит поняв что к месту встречи им не прорваться вернулись на лавенсаре а группа поддержки а группа поддержки она наблюдая бой значит командир звена малых охотников по радио доложил и на остров и на группу поддержки что он обнаружил корабли противника но он не вызвал поддержку он не сказал помогите мне они как бы тоже а те продолжали оставаться в своих районах Годятский команды атаковать не дал Салаухин принимая все радиограммы тоже никаких распоряжений в результате эти все явочным порядком вернулись на лавенсаре вот так вот закончила встреча подводных лодок хотя ни одного корабля потерянной нами не было но пять человек попали под суд военного трибунала Годятский был снят с должности командира дивизионов тральщиков но поскольку это был действительно ценный минный специалист его оставили в штабе ОВРа главной военно-морской базы но в декабре сорок третьего года он погиб подрывавшись на тральщике Радуга на котором плыл там из лавенсаря в Кронштадт вот Пантелеев тоже осужден не был но он умер от порока сердца в мае сорок третьего года капитан третьего ранга представитель бригады Гриценко командир малого охотника номер 111 скорее всего был осужден я просто не могу проверить фамилия распространенная по ОБД мемориал скорее всего он был осужден поскольку как раз незадолго до этого небезызвестный приказ 227 28 июля вышел а он считался покинувшим место боя Воробьев не знаю точно что получил ну Соловухин ограничился выговор и Стаценко командир бригады подводных лодок а так еще и батальонный комиссар Жуков который находился на борту флагманского тральщика как военком который не обеспечивал Годятского значит не мотивировав чтобы он выполнял свой воинский долг вот таким вот образом закончилась эта операция но как говорится нет худа без добра после этого пошел жесткий приказ и по линии наркома ВМФ и по линии Трибуца о том что кораблями значит то есть авиации разогнать корабли противника уже знали о том что дозор оказывается есть и вот после этого буквально за 6-7 августа 12 вылетов Ил-2 по кораблям дозора которые для немцев вот эти вот 12 вылетов штурмовиков закончились тем что 31 человек на дозорных кораблях был убит и ранен нормально так это половина экипажа от тральщика примерно было выкашено причем в основном косили они именно пушечно-пулеметным огнем вот и уже 11 августа я извиняюсь это вот к вопросу тут недавно тоже в каком-то или ролике или что-то такое я упоминал о том что вот есть съемки весны 43-го года когда немецкие эти противотанковые штурмовики стреляют по катерам и там такие характерные от этих 30 или 37-мм орудий всплески там которые там в 5 раз больше чем катер ну и кто-то там видимо из знатоков у нас же все знатоки сейчас ну что там такое из пушки попасть в катер что такого будет катеру я что-то не знал что сказать потопить его нельзя но потеря в личном составе тоже очень неприятно да если половину личного состава потеряет катер потому что да дело в том что больше половины личного состава катера находится на верхней палубе это расчеты зенитных орудий и пулеметов когда их начинают массово выкашивать то дело не только в том что при следующем заходе самолетов просто отстреливаться будет с этого катера некому это вообще просто большой процент экипажа выходит из строя ну вот если еще начинает выходить машинная команда просто некому оказывать медицинскую помощь некому становиться пулеметом там не предусмотрено там резервы какого-то людей как там на больших кораблях когда там можно каким-то образом в масштабе там той или иной боевой части там переиграть и кого-то еще поставить там этого просто нету скорее всего при следующих заходах его потопят вот и после вот этих вот интенсивных налетов и вот этих вот наших телодвижений которые немцы ну не сразу но правильно расшифровали как попытки встретить свои подводные лодки возвращающиеся из боевых походов вот военно-морская группа Север которая руководила всеми боевыми действиями на Балтике и в Баренцевом море она 11 августа следующую оценку ситуации дает вот чтобы мы понимали что чувствовали немцы вообще глядя на это все в Кронштадте как установлено однозначно находятся 4 эсминца класса строжевой активное тралление фройшляхи фройшляхи это немецкое минное заграждение с воздуха в районе Кронштадта означает что есть замыслы по их выходу второе за Игель в одном случае прорван русскими тральщиками у Вигрунда чтобы встретить возвращающуюся подводную лодку подводная лодка день напролет ждала у малого Тютерса стоит ждать новых попыток прорыва при поддержке эсминцев так что то есть они боялись что подойдут наши тральщики и начнут уже мы не катерами мы будем гонять их до зора а эсминцами третье действенной поддержки от первого воздушного флота если и стоит ожидать то только тогда когда ситуацию группа армии Север Волховский фронт позволит отвезти оттуда бомбардировщики и штуки не позволило понятно конечно четвертое финские торпедные катера возраст 20 лет боеспособные ограничены и постоянно не боеготовы но мы еще про это поговорим пятое русское командование флотом по сравнению с прошлым годом хотя и имеет меньшую свободу маневра ведет себя гораздо более наступательно чем ожидалось в качестве срочной меры поэтому предлагается перебазирование всех торпедных катеров МАС это итальянские катера которые были загнаны на Ладожское озеро в количестве 4 штук и катеров КМ это немецкие катера минные загородители финский залив для отражения русских эсминцев и засорения донными минами района западнее Кронштадта временное перебазирование 6-й флотилии торпедных катеров это немецкие большие катера 100 тонны которые находились в этот момент в Норвегии которые согласно такому указанию штаба руководства войной на море от 10 августа следует заблаговременно подготовить и в данный момент считается желательным но фактически там кто-то другой в этот момент наверное зашел в кабинет к Редеру и доказал ему что 6-я флотилия катеров нужна в Ла-Манше мы боремся против английского судоходства и так они в общем в 42-м году Финский залив и не попали в результате немцы вообще не имели никаких торпедных катеров собственного происхождения в Финском заливе ни в 42-м ни в 43-м году что очень сильно связывало руки вот немецкому командующему в Финском заливе он имел только тральщики охотники за подводными лодками то есть то что немцы относили к охранным силам ни одного корабля из ударных сил а к ударным силам это лимкоры крейсера эсминцы миноносцы торпедные катера минные загородители ничего этого они не имели после многочисленных жалоб 7-го августа 1-й воздушный флот доложил о том что он выделил истребители для прикрытия дозоров в Нарвском заливе но буквально уже 15-го августа он сообщил что в связи с обстановкой под Волховом истребительное прикрытие дальше продолжаться не может и его сняли в тот же день налетом наших штурмовиков был потоплен впервые крупный корабль противника это Роумбот номер 106 причем что интересно этот корабль успел пробыть в строю Криксмарина только 14 дней это были новейшие новейшие постройки которые только из Германии прибыл в Финский залив и вышел на первое свое троллини его штурмовики утопили двумя прямыми попаданиями бомб это очень круто это очень круто да после этого 18 августа снова они установили истребительное прикрытие но уже 1 сентября окончательно его сняли все больше у них истребителей для этого не было в результате поскольку вылеты продолжались всего за август 42 года 54 самолета вылета Л-2 было сделано по кораблям Нарвского дозора на 10 кораблях один из которых был потоплен в общей сложности погибло 15 человек тяжело ранено было 17 и легко ранено 41 то есть в размере полутора экипажей примерно выход личного состава нам это обошлось всего в два сбитых Л-2 зенитным огнем но конечно не надо думать что все это было так легко и замечательно вообще как Л-2 когда он попал в авиацию военно-морского флота никакого восторга мягко скажем не вызвал хотя как мы уже говорили первые летчики кто на нем летал это были летчики истребительных соединений в частности капитан Барабанов который первый командир эскадрильи первый штурмовой на Балтике он на финскую войну получил орден красного знамени будучи по-моему командиром звена или замкомандиром 12-й отдельной истребительно-авиационной эскадрильи на КБФ которая там летала на И-16 а они честно пишут вот в отчете 57-го полка где все штурмовики в 42-м году что значит сначала они отрабатывали это все как вот тактику истребительной авиации которую потом немножко доработали а когда они начали в 42-м году впервые действовать против кораблей они в основу положили там тактику действия против мото-мехчастей но сразу же выяснилось что конечно попасть в такую площадную цель как колонна авиабомбами с Л-2 намного проще чем в маневрирующую и огрызающуюся зенитным огнем точечную цель какой является корабль третьего ранга понятно что с горизонтального полета бросать бомбы с Л-2 в силу отсутствия бомбового прицела просто бессмысленно тратить бомбы был тогда выработан но собственно тот же метод который применялся по колоннам то есть с пологого пикирования под углом 35-40 градусов но это не то же самое пикирование у штуки где можно целиться корпусом самолета и бомба продолжает ту же траекторию полета по которой летел самолет при пологом пикировании бомба очень быстро а вот эта вот дистанция от цели до самолета она чем больше цель более интенсивный зенитный огонь тем более она увеличивается в общем бомба отделившаяся от самолета не долетая до цели куда-то падает и чтобы вот этой вот падающей по этой самой непрямой траектории бомбы понять куда она упадет все равно нужен какой-то прицел его на Л-2 как не было так и нет сократить эту дистанцию это значит надо было камикадзе и в целом как мы знаем вот выработка удовлетворительных способов атаки самолета Л-2 кораблей затянулась до 1944 года когда весной 1944 года наконец-то появилось топмачтовое бомбометание вот а до этого все это было бомбометание из полугого пикирования которое ну вот могло давать какой-то эффект пока как мы говорили у немцев не было эффективных зенитных снарядов и автоматических пушек на кораблях третьего ранга было относительно немного и вот что пишут в отчете 57 полка вот по поводу случая 19 августа когда они атаковали фактически немецкий тральщик М-30 там погиб один офицер на борту этого тральщика был один тяжело и 4 легко раненых все они были из расчета носового 105 миллиметрового орудия то есть просто пушечным огнем были расстреляны немцы даже мерили дырки 22 миллиметра ну то есть вы я вы я да фактически несмотря на то что все бомбы были сброшены хорошо в скобках грубого промаза не было все же прямых прямого попадания их не было причиной послужила маневренность кораблей особенно характерно легла серия бомб выпущенная старшим лейтенантом Щербак разрывы расположились точно на том месте где только находился стражевой корабль кроме того на результат бомбометания повлиял сильный огонь зенитной артиллерии и вот эта вот картина была общей для всех вот налетов того времени да эта картина была общей и для сухопутчиков начиная с 22 июня потому что вот огромной неприятностью для армейских штурмовых частей которые были еще даже не на Илдова а еще на И-153 либо на И-15 был именно вот этот концентрический огонь мелкоколиберных зенитных орудий который просто не позволял им заходить настолько близко чтобы эти подготовленные экипажи могли ложить бомбы туда куда надо грубо говоря но в то же время все-таки когда в 41 году они работали по всяким мото-мехколоннам сама цель по себе была проще зенитное противодействие да понятно но сама цель была более площадной и поражаемой и она не изменяла свое положение в режиме времени даже в то время пока бомбы на нее падают она уже может изменить цель то есть требуется бомбардировочный прицел на Илдва все-таки на суше был более эффективен чем над морем но мы сбросили бомбы там 150 человек лично состава противника уничтожили там 20 автомобилей и прилететь и все хорошо ну Олег Валентинович Ростренин когда ему говорил примерно подобное он сказал ну вот есть же случай когда наши Ил-2 по своим войскам отрабатывали и по ним можно судить определенной эффективности то есть потери были значит раз потери были значит и у немцев они должны были быть а с кораблями все было немножко сложнее но суть в том что именно после 22 августа точнее вот 19 августа был десант в районе села Ивановское 22 августа штурмовики ВВС Балтийского флота последний удар нанесли по кораблям дальше с сентября по ноябрь они всего 5 раз вылетали на Финский залив 23 вылета Ил-2 и смогли добиться еще одного попадания бомбы в тральщика М-17 где погибло 2 и было ранено 18 человек молодцы попадали бомбами все-таки попадали попадали получается вот они в Раумбот попали бомбой в мае месяце потом двумя попаданиями бомб они потопили Раумбот 15 августа и значит в финскую канонерскую лодку в ходе боев за Сомерс попадали попали бомбой и вот в этот вот тральщик то есть в общей сложности получается за 42-й год примерно на 150 вылетов в 6 по-моему да бомбовых попаданий прямых было учитывая что людей то у них немного было и самолетов то есть там какое-то ограниченное количество людей использовало это все ну да не так много летчиков было фактически если мы скажем что в ударах по кораблям противника принимало примерно 15 экипажей Л-2 за весь 42-й год ну многие значит как вот Карасев и Степанян стали знаменитыми кто-то погиб непосредственно тогда же очень много кстати в звании старший сержант если начать их пробивать это вот выпускники там 42-го года которые многие не успели оставить свой след кто-то дослужился ну более подробный анализ а честно говоря пока не проводил но вот на этом вот в радостном фоне налетов наших усиленных значит 2-го августа главная база получает задачу все-таки провести какие-то операции в ходе которых уничтожить немецкие дозорные силы причем в качестве районов этих дозорных сил называется пролив Бьерки район острова Сомерс район Луштой Губе и наконец обстрелять порт Нарва и вот этот Хунгербург Нарва и ИСУ с крупных кораблей позже эту задачу заменили на нанесение удара по дозору в Нарвском заливе вот но в ряде случаев просто никаких дозоров противника не обнаружили поэтому там удары были по пустому месту но они сопровождались еще постановкой мин к Сомерсу начали тралить подходы подорвалось два малых охотника из тех кто работали там с парвантралами на финском загорождении который финны как раз после нашего десанта поставили и решили дальше наши не тралить на Сомерс Сомерс забросили но вот 24 августа вот самый как сказать кульминационный случай всей кампании 1942 года это именно событие ночь на 24 августа 1942 года когда отправились в Нарвский залив крупный отряд который должен был там разогнать немецкий дозор в то время когда торпедные катера должны были выставить минное заграждение то есть наши еще не понимали что у них там вот этот зииль до сих пор еще они так и не сообразили что у них до конца до конца нет до конца нет но то что район будет заминирован это видно и там значит какая ситуация была опять же сам штаб главной военно-морской базы категорически руководитель операции не хотел нашли крайнего в лице командира шхерного отряда капитана первого ранга Максимова причем тоже очень интересный человек он всю свою довоенную службу и начинал свою службу в годы Великой Отечественной войны в должности штабов военно-морских баз он был начальником военно-морской базы ханка в 41-м году начальником штаба начальником штаба и за оборону ханку он получил родину красного знамени ну то есть сидишь ты на берегу там занимаешься каким-то базовым хозяйством тут бац вот Салаухина с кораблей назначают на базовое хозяйство с Максимовым прямо противоположная история его с базового хозяйства назначают командиром шхерного отряда то есть два дивизиона канонерских лодок из них одна какая-то канонерская лодка все время находится на лавенсаре в качестве сил поддержки вот этих дозорных стражевых катеров и он оказывается значит на лавенсаре и ему говорят вот ты будешь руководить этой операцией при этом ни один из кораблей шхерного отряда в море в этой операции непосредственно не участвует в ней участвуют от бригады торпедных катеров там шесть катеров с минами от истребительного отряда охраны водного района главной базы там четыре катера мо два прикрывают торпедные катера потому что на торпедных катерах своей артиллерии нет если они с кем-то столкнутся как им что там делать вот два других катера с правонтралами и стражевой корабль буря это единственный корабль стражевой спецпостройки который к тому моменту оставался в строю балтийского флота и так сказать ему до кучи придают один из быстроходных тральщиков тральщик фугас вот соответственно буря относится к отдельному дивизиону стражевых кораблей охраны водного района и на борту ее находится собственный там командир дивизиона капитан второго ранга Никитченко и тральщик фугас это очень там заслуженный корабль в сорок первом году там начиная с Лебавы он подходы минировал Лебавик на которых там потом пять немецких кораблей погибло вот толковый командир у него был гильерман буря фугас это вот ударный отряд чтобы их стралами провести два катера с параванами и второй отряд из торпедных катеров значит Солоухин опять там а нет Максимов там опять всех значит вот этот командир шхерного отряда проинструктировал так что вроде как все все поняли но буквально накануне операции вот эти вот малые охотники с параванами меняются на другие командиры их на инструктаже не были им просто выдают документы на операцию ну отряд выходит в море ставит там тралы идет куда-то и тут выясняется что малые охотники с параван тралами идут в одну сторону а буря с фугасом идут в другую сторону вроде все по документам но плывут в разные стороны и в общем теряют друг друга из вида крупные корабли почему-то за малыми охотниками и тогда смысл вообще их с тралами гнать перед кем они трали вот с малых охотников выходят на связь но с крупных кораблей ничего им на это не отвечают хотя потом выясняется что на фугасе эти радиограммы были приняты фугас значит этим самым сигнальным фонарем на бурю все просигналил о том что такие радиосообщения поступают в буре никаких указаний не поступило малые охотники выходят в точку развертывания которая по документам и ждут крупные корабли ну думают там разминулись дороги сейчас они подойдут крупные корабли идут идут значит проскакивают почему-то заграждение Зейгель-2 которое там по-моему двухрядным было и оказываются на заграждении Зейгель-4 видимо когда они проходили через Зейгель-2 на минном защитнике фугас теряет оба он тоже поставил свои тралы поэтому они наверное и прошли да теряют оба своих трала ну видимо да наверное сделав проход через минное заграждение так что они сами в общем не поняли что они уже по минам идут вот и тут они подходят к заграждению Зейгель-4 причем фугас для того чтобы поставить новые тралы чтобы они сразу расправились там натянулись и стали как надо он должен поддерживать определенную скорость а буря до тех пор пока фугас тралы не поставят он должен идти жив кельватер чтобы его он как бы должен стоп и тут начинается на мостике значит буря военный совет военком и особист которого специально в связи с недавним выходом приказа номер 227 отправили в море отправили в море для личного контроля да или может он сам хотел орден получить не знаю точно уже история этого не расскажет потому что погибли все военком и особист говорят останавливаться нельзя только вперед не шагу назад за фугасом не шагу назад да задача наша идти вперед мы еще до точки развертывания тактического не дошли только вперед командир дивизиона при этом вот этот вот Никиченко вообще ничего не говорит и никак не реагирует как он стал командиром дивизиона стражевых кораблей я честно говоря тоже не понял потому что все его прохождение он в начале Великой Отечественной войны был командиром Охра непосредственно Таллина ну Охра это охрана рейдов то есть там мелкие катера которые просто контролируют вот ну организуют наблюдения за рейдом там ну противник например там мины сбрасывает вот они это контролируют но с рейда базы не выходит никуда это командир охраны рейдов вот он крупными кораблями никогда не не командовал внезапно он в сентябре 41 года становится командиром дивизиона стражевых кораблей как почему непонятно он в этой дискуссии участия не принимает короче говоря военком и особист командиру корабля говорят вперед там был такой старший лейтенант поваров старший лейтенант поваров дает вперед и в этот момент естественно буря налетает на мину и тонет спасли только поварова Никитченко ну часть личного состава эти все особисты комиссары все погибли после этого фугас становится на якорь спускают шлюпки начинают спасать два этих малых охотника видят по взрыву они оказываются в двух с половиной милях от этого места они возвращаются назад и тоже нанимаются спасательными работами один заполняется людьми его направляют на лавенсаре командир фугаса гиллерман после этого говорит там оставшемуся малому охотнику давай сделай там пару галсов вокруг меня находимся на минном поле надо все это дело зачистить вот он начинает ходить подсекает пять мин стоящих вокруг и то ли в этот момент начал дрейфовать сам фугас то ли какая-то из этих подсеченных мин сдрейфовала к нему но короче говоря вот по прошествии двух часов после подрыва бури подрывается фугас второй и последний крупный корабль который был в составе отряда и тонь и погибает гиллерман на его борту вместе с комиссаром ну и с большей частью экипажа там торпедные катера возвращаются с успешной постановки видят все это дело вот ну они в силу так сказать конструктивных особенностей никого особо спасать не могут вот там второй малый охотник спас насколько у него места там свободного оставалось и тоже возвращается на лавенцарь финал операции два из двух крупных кораблей уничтожено противника они вообще не видели немецкий корабельный дозор там в условиях ночи видит вот эти вот подрывы кораблей потом они сопоставляют с данным воздушной разведки пересчитали там фугасы делают вывод что один фугас погиб второй корабль какой погиб они не знают бурю они не видели до этого она пришла накануне операции вот они думают там катер мелкий погиб потом там подбирают всякие там плавающие значит ну окончательно чтобы убедиться но вот что интересно поклон кораблям великой победы до сих пор ни по немецким ни по нашим координатам бурю и фугас на дне найти не могут то есть последний раз четыре сторожевика нашли немецких да я этим всем непосредственно занимался тоже консультировал да нашли четыре охотника как раз вот погибших в 42 году на Заигеле вот вот такая вот ситуация значит после этого разбор полетов как я понял к сожалению непосредственно приказ по этому инциденту мне найти не удалось но Максимов отправляется дальше с интервалом в семь месяцев ну надо думать все таки он посажен был с интервалом в семь месяцев выныривает потом на северном флоте где там представитель при значит северном пароходстве морском от военно-морского флота потом становится командиром охраны водного района военно-морской базы Яканга на которой там заканчивает войны Никитченко командир дивизиона тоже до июля 43-го года непонятно где потом выныривает в управление кадров офицерского состава наркомата военно-морского флота и в конце 45-го года благодаря этому пишет о том как он героически воевал на Балтике и получает там несколько орденов вот этим вот дело значит с вот этим вот залетом заканчивается немножко хочу сказать вот про деятельность торпедных катеров которые были А вот можно еще свое тоже сказать то что вот ну не могли эти два выхода ничем закончиться хорошим просто потому что как бы человек который был назначен руководить и тем и тем даже не вышел в море на этих кораблях ну как там там не могло быть вообще никакой координации потому что они же никто никому не подчинялся вот вы правильно сказали этот с одного экипажа этот из дивизиона этот тут отсюда мы обобщение потом сделаем по этому всему то есть такое впечатление что на так сказать широкое русское слово отправили людей как бы это самое чтобы они там что-нибудь сами изобразили в принципе такой вывод напрашивается потому что будет и четвертый эпизод еще в течение 42 года торпедные катера была бригада торпедных катеров она тоже находилась в подчинении у Левченко у командира главной военно-морской базы значит на начало кампании там было 31 катер типа Г-5 и 7 катеров типа Д-3 еще 6 катеров типа Д-3 достраивались то есть в общей сложности 38 плюс 6 в застройке более 40 катеров к 1 января 43 года от этого осталось всего 20 ровно торпедных катеров потому что 11 катеров за год были потеряны в том числе 8 в ходе боев за остров Сомерс где они там в лоб атаковали финские канонерские лодки и пытались высаживать десант на остров и 3 катера в течение года один подорвался на минах один вылетел на мель один в результате столкновения погиб и все торпедные катера Д-3 которых оставалось 9 штук к концу года они были переделаны в строжевые катера в малые охотники поскольку эти катера достраивались в конце 41-го начале 42-го года в условиях когда 21-й завод перестал выпускать двигатели для флота они должны были как катера Д-3 оснащаться двигателями ГАМ-34 ФМ 1200 лошадиных сил 3 двигателя то есть 3600 на выходе вместо этого они со складов флота уже зиповскими двигателями несколько раз видимо прошедшими компремонт оснащались ГАМ-34 просто которые по 800 лошадиных сил вместо 3600 2400 вместо скорости 48 узлов скорость 34 узла наши говорят мореплаватели что катер торпедный со скоростью меньше эсминца не имеет права носить гордое имя торпедного катера торпедные катера типа Г-5 они от 51 до 55 узлов давали при спокойной погоде ну и соответственно все их отправляют в охотники еще 4 катера переводят на Ладожскую флотилию все в результате бригада до 20 катеров сокращается но ее боевая деятельность за год тоже в основном сосредоточилась на постановке мин за год они поставили 254 мины правда из них только 12 были донными опять же ни одна эта мина невозможно на сегодняшний день сказать что она принесла какой-то результат все я проверил тщательно почему так произошло да потому что опять же минировались не те районы где находился немецкий корабельный дозор и те маршруты которыми он пользовался а минировались те районы куда могли доплыть катера и те где нам казалось в условиях отсутствия разведданных что там должны плавать корабли противника при том что фактически они там не плавали то есть все это упиралось в данные разведки которые просто не было с торпедными атаками очень мало было торпедных атак всего 25 торпед было выпущено катерами за весь 42 год из них 19 в ходе боев сомерс когда это были открытые атаки дневные под массированным огнем противника когда катера даже фактически не сближали на дистанцию уверенного залпа и только 6 торпед было выпущено в одном единственном ночном бою когда был потоплен один из этих четырех найденных сейчас охотников уют 12-16 это было 26 августа через два дня после гибели Бури с фугасом как бы вот таким образом немножко сравняли счет в результате в общем и целом если противник за 42 год в активных загораждениях то есть в нашей операционной зоне выставил 1321 мину то Балтийский флот только 388 в 3,5 раза а если говорить про неконтактные мины противник их выставил 810 а мы 58 14 раз противник больше то есть и ставились они не там и качество у них было мягко выражаясь это были далеко не современные девайсы в результате все в общем кончилось с нулевым результатом как и должно было кончиться ну и последнее о чем хотелось бы сказать это пользование вот активно в нашей операционной зоне вражеских катеров у немцев как мы говорили никаких торпедных катеров финский залив в 42 году не выделили итальянцы выделили 4 катера но они были на Ладоге но это отдельно нужно рассказывать про Ладогу в общем итальянцы там мучились от безделья и понимая что в общем-то их туда прислали ничем они помочь не могут никаких задач тех которые ставят перед ним решить не могут решение о том чтобы их вернуть назад в финский залив произошло только уже 28 октября на это согласился Маннергейн пока их проводили по Саймонскому каналу по приводной системе да правильно все замерзло они в Хельсинки стали на хранение а весной 43 года в общем чтобы их назад в Италию не везти они бы уже скорее всего не пережили этой перевозки их всех отдали финнам это стали их первыми современными катерами с барского плеча с барского плеча да кроме того были еще немецкие катера загородители четыре которых были на Балтике они точно так же как итальянские катера попали уже в финский залив к шапочному разбору и три катера только что вступивших от промышленности привезли на пароходах в Хельсинки но один был привезен в сентябре и он только успел поучаствовать в компании а два других прибыли опять же только 12 ноября когда финский залив уже закрывался льдом и они естественно никуда не плавали в результате противник имел в течение года три старых финских катера вот этих 20-летней выдержки Сюёксю Винх и Раю несколько катеров в ходе компании 42 года были поставлены прикол но вот эти три оставались и два трофея Вихури типа Г5 захваченный в 41 году и Вазама типа Д3 тоже захваченный в 41 году здесь я хотел бы предоставить слово немецкому командующему тральными соединениями на Востоке который видимо тоже очень долго терпел финское поведение но в конце концов в отчете за 42 год решил написать буквально следующее в вопросах применения своих сил финны были очень осторожны они вели оборонительную войну с большой сдержанностью и бережливостью по отношению к своим кораблям стараясь избежать каждого действия могущего привести к потерям многие выходы особенно минные постановки восточнее Сискара проводились совместно с финскими стражевыми катерами которые должны были защищать наши раумботы но ни разу не пытались найти встречи с противником часто их было трудно даже удержать в голове отряда хотя на их катерах стояло соответствующим русским стражевым катерам вооружения 40 мм пушки но здесь бы я хотел поправить немецкого адмирала потому что если на МО-4 стояли полуавтоматические 45-ки противотанковые грубо говоря пушки то на финских катерах перед боями на остров Сомерс на каждой было поставлено по одному 40 мм автомату Бофорса совсем другое дело что да огромная разница финские торпедные катера очень старые моторы у них ненадежные однако при более наступательном духе и с ними можно было бы достичь успеха только когда я продемонстрировал путем использования катера-загородителя КМ-27 что можно прорваться в бухту Лавенсари это было в конце октября 1942 года финны тоже послали туда свои катера торпедные катера в свои первые единственные вылазки с 2000 метров торпедировали канонерку Красное Знамя они реально попали да это тоже очень значимый эпизод вот четвертый за годы 1942 года о котором хотелось бы так сказать поговорить чуть подробнее значит во-первых что такое канонерская лодка Красное Знамя это бывшая канонерская лодка храброй спущенная на воду в 1895 году еще при царе батюшке она прошла капитальный ремонт в 30 году вот она была полторы тысячи тонн водоизмещением то есть почти как эсминец типа Навик и она имела 530 миллиметровых орудий все которые могли стрелять участвовать в бортовом залпе то есть по своему вооружению она превосходила эскадренный миноносец была на уровне лидера эсминцев поэтому вот эту вот канонерскую лодку Красное Знамя финны и немцы всегда выделяли из общего количества наших канонерских лодок потому что это был немобилизованный корабль там из какой-то грузоотвозной шаланды поставили платформы и там 230 миллиметровые или 100 миллиметровые пушки установили это действительно был корабль с хорошим вооружением скорость 14 узлов крупный и он дважды в 1942 году побывал на Лавенсаре и вот когда первый раз он был с 22 июля по 26 августа уже тогда немецкие летчики значит пытались целенаправленную эту кто-то хотел получить наверное рыцарский крест за потопление этого Красного Знамени в Лавенсаре но никому не пофартило вот а второй раз она прибыла в ночь на 10 ноября там все время как я говорил стояла какая-то канонерская лодка они там менялись уходили в Кронштадт на обслуживание возвращались стояли на Лавенсаре это была вторая ходка Красного Знамени она была обнаружена воздушной разведкой и тут вот по совету немецкого адмирала финны когда уже стало понятно что у русских службы несется таким образом что в общем можно на рейд Лавенсаре просочиться мы говорили о том что там и подводные лодки всплывали в начале кампании 42 года свои к счастью вот была спланирована вот такая вот операция значит три финских торпедных катера и один немецкий катер-загородитель все пошли единой группой обменялись сигналами световыми с нашим дозорным катером МО-404 после этого значит финские торпедные катера два из них вот финской постройки Торникрофта 20-х годов и один трофейный Г-5 катер немецкий поставил четыре донных мины на входе в бухту а эти значит отстрелялись и вот первый же финский катер Сью-Йоксю выпустил две торпеды одна из которых попала точности под мостик Красного Знамени о том что корабль атакует противник стало понятно в последние минуты несколько выстрелов успел экипаж произвести вот но естественно сразу после попадания торпеды там все сразу вырубилось и командир корабля капитан второго ранга Арсеньев ничего другого не мог придумать кроме команды уже покинуть корабль соответственно канонерская лодка была потоплена непосредственно на рейде нашей военно-морской базы ну и соответственно решением военного совета краснознаменного балтийского флота 25 ноября 42 года командир Красного Знамени Арсеньева командира дозорного МО-404 и оперативного дежурного островного укрепленного сектора всех отдали под суд военного трибунала ну отследить судьбу удалось только по Арсеньеву кстати довольно интересная личность оказалась 1898 года рождения еще в 30-е годы он командовал крейсером Аврора потом учебным кораблем Свирь в 41-м году пошел в состав формируемой 4-й бригады морской пехоты которая воевала на Ладожском озере очень неплохо там себя героически проявил и в январе 42-го года он был назначен командиром канонерской лодки Красное Знамя после этого по приговору военного трибунала до июля 43-го года сидел с июля 43-го года по февраль 44-го года рядовой 14-го штрафного батальона тот самый штрафник который выиграл войну Ленинградского фронта да спокойно значит там отслужил сколько положено с февраля по июль 44-го года представлял военно-морской флот в составе Балтийского морского пароходства и с июля 44-го года вот здесь вот не откажешь в иронии нашим кадровикам он командир охраны рейдов военно-морской базы Лавенцарь там его этот предыдущий капитан-лейтенант который тоже в кадры пошел видимо подсуетился ну видимо да но еще интереснее это вот в этом плане представляется личность Салаухина о которой мы уже говорили который был командиром островного укрепленного сектора до 27-го октября 42-го года а потопление красного знамени случилось 18-го ноября то есть прошло почти 3 недели на смену Салаухину пришел полковник молодцов в должности командира островного укрепленного сектора этот полковник молодцов тоже видимо очень интересный персонаж его предыдущая должность до назначения командира островным укрепленным сектор военком штаба краснознаменного балтийского флота ничего себе он добровольно по собственному желанию попросился на строевую работу ну и кадровики нашли ему так сказать передовой окоп быть командиром островного укрепленного сектора, вокруг которого разворачивались все боевые действия в 1942 году. Но при этом, вот в этом вот решении военного совета КБФ 25 ноября его фамилия не упоминается ни разу. Но Салаухина, который ушел на должность начальника штаба эскадры КБФ за три недели до этого, его за нарушение организации рейдовой службы разжаловали до капитана третьего ранга в январе 1943 года приказом наркома ВМФ. К этому времени он уже успел стать командиром крейсера Киров. Командир крейсера Киров – капитан третьего ранга, при том, что у него командиры боевых частей, там капитаны второго ранга вполне возможно были в подчинении. Вообще штатная категория – капитан первого ранга, командир крейсера, мы прекрасно понимаем. Это очень похоже вообще на Красную армию, вот эта вся ситуация. У меня перед глазами сразу стал случай в 1941 году, когда старший лейтенант Макляк с своим техником на У-2 улетели в Румынию, но в приказе наркома обороны фигурировал мне, так сказать, вновь назначенный командир полка, а предыдущий командир полка, которого сняли уже до этого. Ну, правильно. Ну, так сказать, до него повесить всё. Ну, и теперь подводим итоги. Вот четыре крупных эпизода за 1942 год. Неудачный десант на остров Сомерс. Десант погиб, больше трёхсот человек, да, девять потерянных катеров, восемь торпедных, один строжевой, ещё ряд кораблей там получили повреждения. Был приказ наркома ВМФ, но при этом никто за эту операцию наказан, как ни странно, не был. Хотя она была чётко проведена под гидой штаба и командования главной базы, которую возглавлял капитан первого ранга Левченко. Никому ничего. Встреча 6 августа подводных лодок, возвращающихся из похода. Хоть потерь не было, пять человек отданы под суд военного трибунала, Солоухин получил выговор, Левченко ничего. Хотя это его главная военно-морская база. Гибель бурьи и фугаса 24 августа. Максимов и Никиченко сняты с должностей и с понижением, видимо, тоже прошли через суд военного трибунала, ушли служить на другие флоты. Левченко ничего. Гибель Красного Знамени. Три человека отдаются под суд военного трибунала, Солоухин понижен в звании. Молодцову ничего. Левченко поставлен на вид. Кто же за всё ответил за эти безобразия? Как вы думаете, Михаил? В сумме. Никогда не отгадается. Начальник штаба Краснознаменного Балтийского флота контр-адмирал Раль. В его боевой характеристике, подписанной трибунсом, его непосредственным начальником за 42-й год, читаем следующие строки. Волевые качества развиты недостаточно. Ненастойчив и нетребовательны. Во взаимоотношениях даже с младшими командирами допускают обсуждение полученных приказов. Своих распоряжений не контролируют. Забывчив. Организовать и обеспечить выполнение приказов командования не может. Не распоряжается, а просит. Готовят материалы, особенно оперативные вопросы, невнимательно. Слишком доверяют подчиненным. Верят всем на слово. Руководство операциями путем контроля и проверок в течение всей навигации не организовал. Благодаря чему И вот тут барабанная дробь. Почти все неудовлетворительно выполненные операции прошли мимо его штаба. Без его участия штаб остался в стороне. То есть за то, что он не вмешался в действия Левченко, Левченко ничего, а ему. Выполняемая работа начальника штаба флота не посильна по характеру и в силу быстрой утомляемости. Занимаемые должности не соответствуют. Может быть использован начальником одного из высших военно-морских училищ. Вот такой вот на человека, с которым он больше года прослужил, совместно Трибут пишет характеристику. Хотя за 1941 год дает ему блестящую. Просто это... Почему ты не сражался с бывшим замнаркома, короче? Я же тебя для этого и держу. Но, видимо, я в прошлый раз уже говорил, я тут просто короткое пояснение дам, что Левченко и Трибут, видимо, имели очень хорошее отношение еще с довоенного времени. Потому что именно Левченко до апреля 1939 года командовал краснознаменно-балтийским флотом. А Трибут у него был начальником штаба. И когда Левченко уходил на работу в Москву, он сделал Трибутся командующего флота. Поэтому, естественно, когда они снова в 1942 году встретились, видимо, старые симпатии получили новую возможность для реализации. Все, кто угодно, были виноваты, но только не те. Тут вот эта история печальна, что столько людей погибло и кораблей. Правда, ралли на высшее военно-морское училище никакое не направили. 29 января 1943 года машина вице-адмирала Дрозда при исследовании по льду из Ленинграда в Кронштадт проваливается в полынью. Дрозд погибает, становится вакантным местом командующего эскадрой Балтийского флота. И 15 февраля на должность командующего эскадрой с должности начальника штаба флота переводится контр-адмирал Раль. То есть, его не так, чтобы его понизили. А потом, когда уже Левченко выслужил свое на флоте, и весной 1944 года его убрали с главной базы Балтийского флота, он опять ушел в наркомат, в руководство. Правда, это уже была не главная база, это был Кронштадтский морской оборонительный район. Вот командующим Кронштадтским морским оборонительным районом с должности командующего эскадрой становится Раль. А его вакантное место другой великий флотоводец занимает вице-адмирал Владимирский, которого перед этим турнули с командованием Черноморским флотом. Вот такая у нас интересная ситуация была на Балтике, что ведущие должности все занимались, снятые с должностей перед этим. Значит, какими итогами закончилась кампания? Советские потери в течение всего года составили 6 кораблей третьего ранга. Это будет, конечно, таблица отдельная на инфографике и 31 катер. Немцы потеряли 9 кораблей третьего ранга, то есть на треть больше, чем мы. Два катера. Еще 8 кораблей третьего ранга получили тяжелые повреждения. Среди причин потерь у нас были среди кораблей и катеров на первом месте, безусловно, мина. Ну, в общем, у противника тоже мина. На втором месте у нас береговая артиллерия, 9 кораблей и катеров. Ну, это результат высадки на остров Сомерс. Да. И боевые действия против надводных кораблей. Это опять же в ходе высадки на остров Сомерс. Ну, у противника не боевые причины, потому что садились на мели. Происходили там катастрофы с быстроходно-десантными баржами. Какой же вывод общий можно сделать? Что воевать, конечно, по сравнению с 1941 годом стали лучше. Это отмечал и противник, возросшую активность флота. Но недостатков оставалось все равно очень много. И главное из них как раз рисуется в том, что слабая подготовка командных кадров. Операции планировались, Москва требовала активности, но в то, что реально что-то из этого завершится успехом, не верил никто. Это, понятно, сразу становится из того, что сразу штаб планировал кого-то в качестве громоотвода. Назначали случайные промежуточные командиры, на которых потом можно было свалить весь неуспех в операции. Ну и кадровая политика во многом на Балтийском флоте мне вообще необъяснима. Когда человек с плавающих соединений назначают на береговую должность, а с береговой должности на плавающие соединения. Я не знаю, честно говоря, исходя из чего и зачем это все делалось. Ну и, честно говоря, у меня еще мысль такая уже с самого начала рассказа. То, что с разведкой все было совершенно в швах абсолютно. И планировать без нормальной разведки... Это даже не оговаривается совершенно. Потому что разведка более или менее к 43-му году обстановка на Балтике стала понятна. Потому что даже вот этот доклад, о котором мы начинали лекцию от 20 апреля, там это, ну как сказать, где линия фронта под Ленинградом точно все описано. Откуда стреляет противник точно все написано. Но что происходит на море и что будет делать противник на море до конца непонятно. Считалось, вот очень много всяких поправок делалось на то, что вдруг противник, вот эти вот целые же флотилии быстроходных десантных барж плавает в восточной части Финского залива. У немцев, в связи с тем, что они усиливают заграждение на Заигеле, постоянно плавая над своими минами, они же не могут из глубокосидящих кораблей. И у них все время мины ставят быстроходные десантные баржи. Наши эти баржи видят, что они постоянно перемещаются. Ага, противник, значит, планирует десантную операцию. Наверное, против Лавенсари и Сискарм. То, что они зимой не могли захватить, они сейчас. Отсюда вот эта вот директива наркома ВМФ от 20 июля, что надо десантные силы тоже разгромить. Ну, то есть, разведка, конечно, не представляла. Вот эти вот упущения, слабая подготовка командных кадров, потому что разведка зачастую, имея данные, не могла их обобщить, не могла сделать из них правильные выводы. Это тоже является результатом плохой подготовки командных кадров только уже оперативных работников разведки. Вот в данном конкретном случае. То есть, всё. Появится, что разведке уделяли мало внимания. Всё упиралось именно в это. Вот. И в завершение я хотел бы сказать, что, конечно, это не весь рассказ о Балтийском флоте. Может быть, это даже и не главная часть этого рассказа о Балтийском флоте. Потому что надо чётко понимать, что главной задачей Балтийского флота весь этот период являлось участие в битве за Ленинград, содействие войскам Ленинградского фронта. Это значит, надо смотреть, сколько наши самолёты сбросили морские бомб на немцев, сколько морская артиллерия туда стреляла, какие десанты высаживались в это время. Отдельный совершенно кусок, на котором я не останавливался, это все действия на Ладожском озере, которые тоже осуществлял Балтийский флот, усиливал там корабельную группировку и планировал всё, и контролировал. И то, что там значительный объём был сделан и не дали перекрыть, хотя противник создал там крупное соединение кораблей именно в 1942 году на Ладоге, не дали перекрыть нам кислород, это тоже заслуги Балтийского флота. Поэтому я просил бы тех, кто будет смотреть эту лекцию, не делать однозначных выводов, что всё совсем уж было плохо и совсем, как говорится, потеряли все полимеры. Нет, ну предыдущая эта лекция была, собственно говоря, на позитиве, скажем так, особенно первая часть действий подводных лодок, когда они и успехов добились, и потери не такие понесли. Ну и, собственно говоря, обеспечение действий подводных лодок, выход, возвращение с боевых походов – это всё-таки тоже заслуга. Я просто хотел бы объяснить вот в этой лекции причинно-следственные связи того, как менялась именно морская война на Балтике, как мы дошли до того, что крупные корабли на Балтике перестали использоваться. А перестали они использоваться именно после гибели бури с фугасом, что стало понятно, что главным противником на Балтике являются мины, и применять в этих условиях крупные надводные корабли. Не немцы, собственно говоря, не пытались, только корабли третьего ранга. И нам, собственно говоря, не надо было пытаться, а с кораблями третьего ранга у нас был провал с их строительством. Это ещё есть первую лекцию. Да, 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 ещё в 30-е годы. И в годы войны мы эти корабли не строили, не воспроизводили. Мы могли воспроизводить только боевые катера, а боевые катера по своим возможностям кораблям третьего ранга значительно уступают. И вот этим всё определялось. Соответственно, у нас воевали катера, подводные лодки, морская авиация. У противника надводные корабли, береговая артиллерия, минные заграждения. И авиация тоже. Авиация уже в 1942 году, собственно говоря, противника вот к концу 1942 года перестала практически действовать на Балтийском театре, даже истребительно, о чём мы говорили. Так складывалось противоборство на сухопутном направлении, и всё. Люфтваффе над морем фактически сдохло. Финны в 1942 году над Балтикой очень немного действовали. Там меня поразил один доклад именно за вторую половину сентября, по-моему, 1942 года, что вот, дескать, в то время, когда Первый воздушный флот ничего не действует, наши финские братья по оружию, там чуть ли не за один день восемь бомбардировщиков русских сбили над финским зальём. Где эти бомбардировщики? Как они их сбили? Ну, надо разбираться. Наверное, какой-то воздушный бой всё-таки был, но фактически потери были очень умеренные. В 1943 году они были больше, об этом мы ещё поговорим. Поэтому я надеюсь, уважаемые друзья, что вы понимаете, вот я, по крайней мере, приложил к этому максимальное усилие, вы понимаете, как и почему всё так складывалось на Балтике, и почему по-другому оно быть не могло, а если могло, то оно сопровождалось ещё большими ненужными потерями, чем то, что мы имели. К сожалению, при такой вот условиях подготовки кадров, а это объективная данность, которую в годы войны изменить было очень сложно, почему не могло получаться лучше, чем оно получалось. Ну а, как говорится, любое знание лучше не знание, поэтому пусть даже горькая правда, но она всё равно важна, и я надеюсь, благодаря моей лекции кто-то что-то понял и для себя сделает определённые выводы. Благодарю за внимание. Да, определённо, конечно же. Спасибо большое, что приходите. Всегда интересно. Ждём новых рассказов. Всего самого наилучшего. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok